Их работа новости. Журналисты, редакторы, фотографы и другие работники СМИ отмечают 13 января свой профессиональный праздник – День российской печати. Что такое печатное издание сегодня? Насколько важна профессия журналиста и популярна у молодежи? Тем продолжит наш корреспондент. Именно в этот день, в 1703 году, по указу Петра Первого, начала выходить первая в России регулярная газета ведомости. Шли столетия, количество газет и журналов росло, они становились не только источником новостей, критики, но и имели большое влияние на формирование общественного мнения. Сегодня у СМИ функции те же, а формат иной. Печать ушла в цифру, новости в социальные сети. Но у официальных изданий все же преимущества остаются. Конечно, сегодня приходится в нынешнем супернасыщенном, гипернасыщенном информационном пространстве конкурировать со многими, я бы их условно назвал СМИ, например, телеграм-каналами, какими-то соцсетями. Но я хочу сказать, что у таких вот серьезных официальных СМИ, к которым относится, конечно, и наш холдинг Тверской проспект, есть такое одно очень важное и ценнейшее преимущество проверенности, достоверности информации. Одно из крупных СМИ региона, медиахолдинг Тверской проспект, это телеканал, радиостанция и интернет-издание, новостной сайт «Панорама.Про». Он появился в информационном пространстве чуть более двух лет назад и уже успел привлечь аудиторию. Ведь большинство людей следит за новостями в сети. Поэтому у такого формата ряд преимуществ, рассказывает редактор портала Янина Семенова. Интернет-издание – это наиболее быстрая информация. То есть еще что-то только-только начинает происходить, читатель уже в курсе. Он может увидеть видео. Раньше нам это было недоступно в печатном СМИ. В интернет-изданиях намного больше возможностей информацию можно дополнить, информацию можно скорректировать. Команда журналистов бдит за событиями в городе, области, стране и мире 24 на 7, без выходных и праздников. Темы самые разные – от политической аналитики до бытовых ЧП. В коллективе «Панорама» есть и молодые сотрудники. Нужно отметить, что профессия журналиста вызывала интерес у молодежи во все времена. В этой профессии есть свои трудности, особенности. Приходится перепроверять какую-то информацию, общаться с людьми. Некоторые люди не очень доброжелательно настроены. На самом деле у нас очень насыщенный рабочий день. Мы приходим, начинаем мониторить все социальные сети. Также нам пишут местные жители, сообщают о своих проблемах, рассказывают. Мы пытаемся им помочь. Сегодня, в 2023-м, даже спустя 320 лет, после первого выхода периодического выпуска издания, безусловно, печатные СМИ остаются актуальны. Меняются темы, меняется формат. Но новости, которые транслируют абсолютно все виды СМИ, по-прежнему остаются в интересах россиян. Только теперь, благодаря прогрессу, они стали в буквальном смысле под рукой – на экранах смартфонов. Но все те же печатные, разве что не на бумаге. Спасибо. Спасибо.